Всем привет, с вами Романчес, и сегодня я вам покажу очень классную ловушку в дебюте слона. Разберем все основные варианты, и вы будете вооружены до зубов. Да, и мой голос по-прежнему веселый, потому что в атмосфере много гелия. Играем за белых, Е4, Е5, слон С4, это и есть дебют слона. Здесь черный отвечает слон С5, что довольно часто. Ну а мы отвечаем Д4, и это гамбит Льюиса, тем самым мы жертвуем пешку и открываем своего чернопольного слона. Вариант, когда черные забирают именно пешкой, то есть ЕД, можете посмотреть, кликнув подсказки. А в этом видосе мы посмотрим взятие именно слоном, и это безусловно самый лучший ответ черных. Ну тогда мы отвечаем конь Ф3, развиваемся и хотим разменять этого слона и выиграть пешку. Черные защищаются конь С6, что вполне логично. Далее играем 2-0, и здесь конь Ф6. Сейчас черный конь напал на нашу пешку Е4, однако мы все это игнорим и пробиваем конь Д4. И снова у черных есть два варианта, а у нас есть везде ловушки. Если черные забирают нашего коня пешкой, то мы отвечаем Е5. Сейчас наша пешка беззащитна, поэтому если черные захотят ее отведать, то они получат ладя Е1. Теперь коник связан. Временная защита Д6 ничего не решает, потому что после Ф4 в итоге черные теряют коня. Вернемся к исходной позиции. Мы выяснили, что черные не могут забирать нашу пешку на Е5. Им нужно отойти своим атакованным конем. Но возвращаться на Ж8 никак не хочется, поэтому если конь Е4, то здесь черные получают ферда Ж4. И это двойной удар. Приходится защищать своего коня. Мы забираем пешку на Ж7. Сейчас атакована ладья. Если ответить король Е7, чтобы защитить ладью, то мы просто забираем пешку на Д5. И теперь выясняется, что у черных висит мат на Ф6 и конь на Е4. И в результате им просто приходится забрать нашего слона и отдать свою ладью. И здесь белые с большим материальным преимуществом. Вернемся немного назад. Здесь черным не обязательно отходить к королю, можно ведь убрать ладью на Ф8. Но тогда у нас заготовлен мощнейший вариант. Мы отвечаем слон Х6. Вовсе не забираем пешку на Х7, а угрожаем взять ладью. Черные защищаются ферзь Е7. Тогда мы пробиваем пешку на Д5. Теперь висит конь на Е4. Опять приходится черным защищаться. Они играют слона Ф5. Здесь уже отвечаем ладья Е1. И снова конь у черных под боем. Ему приходится упрыгивать на С5. Тогда размениваемся на С6. И играем ферзь Ф6. Тем самым мы вскрыто напали на ладью Ф8. Когда черные разменивают ферзей. Мы даем еще один шаг. Закрывается слон Е6. И просто забираем ладью. В результате опять у белых большое материальное преимущество. А теперь вернемся к исходной позиции. Напомним, что здесь после кони Ф3 конь С6. 2 0 и кони Ф6. Мы забираем конем на Д4. И ведь черные здесь вовсе не обязаны брать нашего коня пешкой. Раз у них там так все плохо. Они могут забрать ее конем. И на самом деле это и правда более сильный ответ. Но у нас здесь заготовлен довольно красивый вариант. Отвечаем Ф4. Подрываем центральную пешку Е5. После Д6 размениваемся на Е5. Здесь играем слон Ж5. Связываем коня на Ф6. Тогда черные играют 2 0. И на самом деле это далеко не лучшая идея. Потому что мы отвечаем конь С3. Тогда черные должны сыграть по-хорошему просто С6, чтобы не путить нашего коня. Но они могут ответить слон Е6. И теперь они напали на нашего слона. Однако мы все равно играем конь Д5. Далее следует размен на Д5. И ферзь Д6. Сейчас черный ферзь ушел от связки. И напал вместе с конем на пешку Д4. Ну а мы пока размениваем коня на Ф6. И черные должны забирать именно пешкой. Отверзем нельзя, потому что он сладья на Ф1. И здесь отвечаем слон Д3. Сейчас у черных довольно неприятная позиция. Белые фигуры хищно нацелились на королевский фланг. И если здесь еще вдобавок черные заберут пешку на Д5. Это очень жадно. Потому что мы отвечаем С3. Конь уже на Д4 связан. Как минимум белые возьмут этого коня. Потому что если ответить здесь конь С6, то мы играем слон H7 шаг. И в результате просто забираем ферзя. И с помощью этой красивой комбинации уверенно побеждаем. Если вам понравилась ловушка и ее варианты, то ставьте лайки. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Всем пока.